К каждому направлению каждой карты у Симметры свой подход. В этом видео будет представлен вариант обороны для Дженкертауна. Первое, что вы должны помнить, играя на Симметре защите, поставив все три свои турели, вы сможете снова их использовать только через 30 секунд. Это значит, что чем раньше вы их поставите, тем раньше вы сможете поставить их снова. Поэтому, не мешкая, не отвлекаясь ни на что, вы должны как можно быстрее добраться до нужной точки, до первого рубежа обороны. Лучшее место для турелей на первом рубеже обороны Дженкертауна, это как раз таки выход с вражеского респауна. Находясь на этой позиции, отстреливая противников с ПК, вы сможете нанести много урона и зарядите свою ульту как минимум на 20%. Установив три турели над выходом, вы должны переместиться на эту позицию. Отсюда вы можете безопасно вести огонь по противнику. Примерно за 4-6 секунд до начала матча вы должны создать телепорт. Дело в том, что вас легко могут наказать, если вы будете просто сидеть здесь. Отстрелявшись, вы просто телепортируете обратно. А поскольку вы заблаговременно поставили телепорт, он почти сразу у вас и откатится. К тому моменту, когда противники начнут прибираться к вам. Второй рубеж обороны Джекертауна, это вот эта вот область. Плюс вот эта вот область. С этой позиции вы с легкостью можете отстреливать тех, кто пытается прорваться через этот маленький домик. Если вы поставите три турели, то почти никто не сможет выйти живым отсюда. А также вы можете телепортироваться сюда. И отстреливать противников, которые находятся здесь или здесь. Лучшая позиция для турелей на втором рубеже обороны Джекертауна, разумеется, здесь. Важно помнить, лучше всего устанавливать ультимейт в том случае, когда противники приберутся до ваших турелей. Ваши турели не смогут их атаковать. Тогда-то вы поставите стенку так, что противник не сможет атаковать ваши турели. Тогда вы уже сможете подойти поближе, начиная заряжать свой ЛК. Вот эта позиция достаточно опасна. В то время как эта позиция очень хороша для обороны. Поэтому можно сказать, что это треть рубеж обороны. Если вы рискуете умереть здесь, то лучше отступить и дать противнику пройти чуть поближе. Если вы умрете, и противник пройдет эту область, то вы окажетесь в очень уязвимом положении. Старайтесь не терять эту позицию. Если противник все же добрался до этой области, и вам нужно спрыгнуть, то хорошим вариантом может быть сначала расставить свои турели, телепортировать их мгновенно, проатаковать противника, возможно уйти обратно. Есть два основных способа телепортировать турели. Первый. Вы сначала устанавливаете турели на землю, и лишь потом используете телепорт. Так турели перемещаются мгновенно, и наносят больше урана, потому что противники не ожидают их появления. Второй способ телепортации турелей. Вы сначала создаете телепорт, и лишь потом телепортируете турели. Так вы не рискуете, что турели будут уничтожены сплэшом или огнем противника, но противник предупреждается вашим шумным телепортом, сразу же начинает фокусить в вашей турели, и турели наносят меньше урона. В случае, если у вас осталось совсем несколько процентов до ульты, выгоднее, конечно же, поставить телепорт, телепортировать турели, и когда они нанесут урон необходимый до полного ультимейта, вы просто защищаете ультой турели, и противник не может их уничтожить. В случае же, если вы находитесь на хайграунде, и противник все равно не сможет зафокусить ваши турели, эффективнее сначала поставить турели, лишь потом телепортировать их. Четвертый рубеж обороны на Джеккертауне находится примерно в этой области. Первым делом вы ставите турели примерно вот сюда, и отстреливаетесь от противника. Когда противник подберется к вашим турелям, вы снова их защищаете ультой. Аналогично, когда противник подберется еще чуть-чуть поближе, вы не ставите турели сюда, вы ставите их сюда, а потом сюда, медленно наступая. Также хорошим вариантом может быть спрыгнуть отсюда, поставить за спинами вражеских саппортов турели, уйти, возможно, от них, или поставить ультимейт и попытаться зарядиться и вынести всех их. Пятый рубеж обороны. Это когда ваши турели располагаются здесь, а вы с безопасной дистанции отстреливаетесь от противников, которые спрыгивают вниз. Это очень важная точка. Важно, чтобы вы успели добраться до сюда. Если вы умрете примерно в этой области, и противник успеет пройти этот пункт, считайте, что вы очень многое потеряли. Гораздо лучше отступить заблаговременно, не умереть и не отдать эту важную точку. Чуть позже вы сможете отступать, вставить турели сюда, 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 или же вы можете стоять на хайграунде и безопасно телепортировать турели противникам с заспом. Шестой рубеж обороны располагается примерно в этой области. Противник может появиться слева, справа или даже сверху. И вы всегда должны понимать намерения противника, потому что если вы установите турели в неправильном месте, например, слева, а противник пойдет справа, вы потратите свой КД и будете почти бесполезны. Диплей симметра заключается в правильном расходовании своих кулдаунов и также в предугадывании поведения противника, чтобы эти свои кулдауны не потерять. Ваш телепорт достаточно громкий, громоздкий, его можно уничтожить и это ваш единственный эскейп. Поэтому вы всегда должны понимать, когда телепорт используют для атаки, а когда для защиты. вы всегда должны понимать, с какой стороны пойдет противник, чтобы не потерять турели попсу.